Друзья, привет! С вами я Сергей Родионов, и вы на канале Finishing Group. Сегодня у нас нетипичный ролик, он не про авторемонт, он будет про и для тех, кто занимается какими-то объемными покрасками и хочет ускорить свою работу. То есть, например, красите, допустим, вы заборы, много заборов. Или вы, допустим, красите какие-то металлоконструкции, может быть, не знаю, кабинет автомобиля, или, может быть, вам просто хочется как-то не бегать, скажем так, с бачком туда-сюда, не наливать материал. Простой и дешевый вариант нанесения, значит, из бака, это будут комплекты. Комплект оборудования Штайр, соответственно, это будет бак Штайр, это будет пистолет, собственно, Штайр и шланги Штайр. Есть варианты подороже, у нас есть, значит, в ассортименте такой же комплект Сагола, то есть пистолет, шланги и, как бы, бак, это будет Сагола. Он будет стоить где-то раза, наверное, в три дороже, поэтому, если для вас основополагающей является цена, то отличный вариант будет оборудования Штайр. Что нам понадобится для работы, что входит в комплект. Пистолет с нижней подачей, сдвоенный шланг, соответственно, один материальный, другой воздушный, ну и, собственно говоря, сам бак с регулятором давления. Материальный шланг подключается, собственно говоря, к своему воду, да, и воздушный к своему. С этой стороны у нас подключается шланг воздушный на обычной магистрали от нашей. Регулятором мы регулируем давление, собственно говоря, которое мы создаем в баке, да, и чтобы материал уже пошел по шлангу. Как это выглядит на практике, я сейчас покажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После нанесения материала не забудьте промыть систему, то есть убрать материал, поставить емкость с растворителем, собственно говоря, и прогнать растворитель по шлангам. Обязательно, потому что иначе материал у вас застынет. Подытоживая все вышесказанное, если вам нужно минимизировать время, которое вы тратите на бекотню и, соответственно, сдали его материала, Самый простой способ и самый дешевый – это комплект Штайр. Бак, пистолет и сдвоенный шланг. На этом все. Спасибо, что посмотрели нас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok